У нас в церкви мы сейчас разбираем Нагорную проповедь, и как позволяет нам время, постараемся каждое воскресенье проповедь посвятить какой-то теме Нагорной проповеди. И вот мы сейчас дошли до молитвы «Отче наш» и до этого словосочетания «Да придет Царствие Твое». И размышляя вот над этим, я для себя лично сделал очень интересное откровение. Вообще, что мы делаем, что мы совершаем, что мы достигаем в жизни, оно все должно быть в контексте Божьего Царства. Вот то, что христианин должен, по крайней мере, понять. Очень часто мы молимся за исцеление, молимся о работе, молимся о каких-то вещах, но отделяем «это мое», а это вот Церковь, Царство Небесное. Я в контексте хочу говорить больше шире, чем только Церковь, а вот Царство Божие. Цель нашей жизни. А на самом деле, когда Христос призывает нас в этой молитве, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое», я думаю, Он как раз направляет наше понимание к тому, что вся наша жизнь, что мы делаем и что мы совершаем, они должны быть нами осмыслены в контексте Божьего Царства. Насколько мы вот то, что мы делаем, мы делаем для Божьего Царства. Ведь я могу устроиться на хорошую работу, но эта работа будет служить для Царства Божьего. Где я могу приносить пользу для Царства Божьего, где я могу распространять пределы Божьего Царства, свидетельство людям о Господе, совершая какие-то дела. Ну вот то, что шире, да, для Царства Божьего. Я получаю хорошую зарплату, я могу жертвовать, я могу совершать какие-то миссионерские поездки. То, что я получаю, я делаю это для Царства Божьего. Вот я думаю, что сейчас это то, что нужно осмысливать в контексте нашей жизни, а является ли моя жизнь для Царства Божьего. Вот я получаю что-то, а я ведь как христианин, я гражданин Царства Небесного. Мы живем здесь на земле, но мы, как написано, странники и пришельцы, то есть мы только проходим какой-то путь, и вопрос там, какой след я оставлю. И вот я бы посоветовал, думая о чем-то, молясь о новой работе, молясь о каком-то успехе в жизни, нужно помолиться, а как через это придет Царство Божие? Как вот через мое личный мой успех я стану частью пришествия этого Божьего Царства, осуществления этого Божьего Царства здесь на земле? В противном случае тогда мы, как фарисеи, наша молитва, она бессмысленна, мы говорим слова, а смысла в них не влагаем. Мы молимся об успехе, но думаем, это для меня, это мое, но для Бога это ведь не важно. И Бог получается, что Он остается где-то там в нашей части жизни. Вот есть мое, а есть Божье. Но если я христианин, я должен понимать, что вся моя жизнь, она по сути принадлежит Богу. И поэтому то, что я нахожу работу, образование получаю, я должен изначально себе задать вопрос, как я этим могу послужить для распространения Божьего Царства. И если мы будем это понимать, тогда вопросы будут исчерпаны. И в Церкви найдем время, и вне Церкви найдем время, и для этого будет, и для Бога будет время. Царство Божье, я думаю, это ключевое словосочетание вообще в любом успехе. Иисус в той же Нагорной проповеди говорит, прежде всего ищите Царство Божье, а все остальное, оно приложится вам. Вот надо научить, наверное, нас, христиан, эта ответственность может наша, как пасторов, научить нас, христиан, как раз мыслить о своей жизни в контексте Божьего Царства, в контексте жизни, вот сегодня и сейчас, в этом Божьем Царстве.